Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Западная Армения должна присутствовать на столетии Великой войны. Багдасаров правильно заметил. Давид Тонаям в Ливане встретился с армянскими миротворцами. Трамп заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном. Семья Тешаров живет в горах, изолированная от мира. Оставшись без Алеппо или Алеппо – это вы. 6 октября 2018 года. Париж. В Фриманию президента Французской республики Эммануэля Макрона. Господин президент, 5 октября 2018 года в тяжелой, но торжественной атмосфере вы сделали историческое решение наградить Шарля Азнавура национальной честью как актера и человека, имеющего французского и армянское общее наследие. Национальная честь человека, который оставил свои следы не только для многих французских и армянских поколений, но и для духа всех мужчин и женщин всего мира, став человеком правосудия. Мы можем только согласиться с вашим недвусмысленным и единодушным решением и смиренно выслать вам нашу благодарность. Кроме того, благодарение всем тем людям, потомкам армян, переживших геноцид, представлять их волю является моим долгом. Те, кто описан в следующем разделе песни великого певца. Смерть пришла к ним, не спросив их возраста, потому что они были грешниками за то, что были потомками армянского народа. Эти армяне, господин президент, были вовлечены в Восточный легион и находились под эгидой Франции, так что Киликия была освобождена и стала ядром национальной армии Западной Армении. Этих армян, господин президент, возглавлял их президент Пугас Нубар Паша. Они были готовы к полному освобождению своей родины. Щедрая Франция с гордостью вспоминает, что она имела честь доверять многим сыновьям армянского народа, которые были охвачены энтузиазмом. 19 августа 1920 года генерал Гукхо. Это та Армения, господин президент, что я, будучи избранным лидером его народа, имею честь представить себя и защитить свои права, приобретенные сто лет назад. Как показывает и помнит история, Западная Армения после долгого отсутствия сегодня реорганизуется официальными учреждениями, сформированными и сформулированными президентом Пугасом Нубаром Пашой. Поэтому, как воины Великой войны, я прошу вас о нашем участии в церемониях, посвященных столетию Великой войны и Парижского договора, который может послужить основой для официального признания наших государственных институтов. Господин президент, позвольте мне передать мое почтение. Я надеюсь, что вы прочтете мое письмо, чтобы убедиться к уважению и к вам, Армена Кабарамян, президент Национального совета Западной Армении. Самая большая армянская диаспора в России. Здесь проживает столько же армян, как и в Восточной Армении, которая теперь называется Республикой Армении. Почему я говорю Восточной Армении? Потому что, когда я называю Республикой Армении, не против официального названия, но, вероятно, было бы правильно назвать ее Восточной Арменией, потому что она составляет 7% исторической Армении, сказал Багдасаров. Напомним, что 29 декабря 1917 года Советская Россия приняла декрет об Турецкой Армении и Западной Армении. И по этому декрету право армянского народа на самоопределение и в дальнейшем на независимость. 19 января 1920 года Верховным Советом Союзных Держав ТФАКТО 11 мая 1920 года во время конференции Сан-Рема де-Юры была признана независимым и суверенным государством. 22 ноября 1920 года президент США Аудра Уилсон начертил границы Армении. Следует отметить, что Западная Армения не была признана Организацией Объединенных Наций из-за ее оккупации Турцией. Напомним, что в 1894 году по 1923 на оккупированных территориях Западной Армении коренной народ Армении подвергся геноциду тремя турецкими правительствами. Карин Эрзрун является официальной столицей Западной Армении, которая была признана Союзным Государством в 1920 году. Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тонаян посетил место деэскалации армянских военнослужащих, участвующих в миротворческой миссии ЮНИФИЛ под эгидой ООН в Ливане. Подробности представляет пресс-служба Минобороны Армении. На военной базе участвующих в миссии ЮНИФИЛ сил Тонаяна встретил командира армянского контингента майор Леонид Ованисян. Армянскую делегацию поприветствовал заместитель главы военной базы Имран Риза. В ЮНИФИЛ Вестсектор Давид Тонаян провел рабочее обсуждение с участием командования военной базы и участвующих в миротворческой миссии военных. Он оставил запись в книге почетных гостей военной базы. Затем делегация во главе с Тонаяном отправилась в зону ответственности армянских миротворцев. Давида Тонаяна поприветствовал командующий бригады Игори Бальди, бригадный генерал Диодато Абагнара. Именно на этом участке под командованием указанной бригады несут службу армянские миротворцы. Исполняющий обязанности министра обороны сопровождал посол Армении в Ливане Самвел Макарчан. Заместитель командира бригады, полковник ирландской армии Энтони Маккена подробно доложил Тонаяну о структуре бригады, проблемах и других особенностях. После доглада Тонаяна встретился с армянскими миротворцами. Он поприветствовал наших военнослужащих и поблагодарил за достойную службу. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что США готовы заключить с Ираном новое, более всеобъемлюющее соглашение, передает Russia Today со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Белого дома. Соединенные Штаты по-прежнему открыты для заключения нового, более всеобъемлющего соглашения с Ираном, которое навсегда блокирует ему путь к ядерному оружию и затрагивает весь спектр его злостных действий, и которого достоин иранский народ, говорится в документе. Трамп подчеркнул, что до тех пор, пока новая сделка не будет достигнута, исторические санкции останутся в силе. Президент США призвал Иран отказаться от ядерных амбиций, изменить свое деструктивное поведение, уважать права своего народа и вернуться к дорбосовестным переговорам. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские нефтяные санкции против Ирана не будут распространяться на 8 стран. На вершине горы Хошан семья Тешара живет отдельно от цивилизации, сообщает osgurdersim.com. В течение многих лет на вершине горы Хошан между горами Бенгол и Дерсим, в турецкой провинции Эрзинджан семья Тешаров была изолирована от мира. Альпинист Исмаил Атеш рассказывает о семье, которая изолирована на высоте 2500 метров. Оказалось, что семья не видела другого поселения, кроме соседней деревни и боялась ехать в любой другой город. По словам Хусейна Тешара, их предки жили здесь в течение 300 лет. Этот дом остался им от дедушки. Он отмечает, что ни в коем случае они не покинут свой дом. Он сказал репортерам, что гора Хошан считается святой горой для Олеви, поэтому они живут здесь долгое время. По словам отца семьи, пять из десяти детей покинули дом 20 лет назад и никогда не возвращались. Пять детей никогда не заходили в школу, и они не могут говорить по-турецки, но они общаются друг с другом с помощью жестов и звуков. Отмечается, что жители соседней деревни помогают мукой и картофелем. Семья живет без элементарных условий жизни. В Константинополе армянским издательством Араз была опубликована книга об оставшихся в живых алепских армянах, которые были вынуждены оставить свои дома в период сирийского конфликта. Автор книги – турецкий журналист, редактор CNN «Турк» и бывший журналист армянского журнала «Акос» Сэрдар Курджун. Поговорил с бывшими армянскими жителями Алепа, которые сейчас живут в Турции, Армении и Арцахе. Будучи потомками выживших жертв геноцида против армян, второй раз в истории они бросили свои дома. Автор говорил с ними о судьбе беженцев, перспективах на будущее, об их мечтах и целях. Мы не должны забывать, что армяне Алепа на самом деле из Западной Армении, то есть не из старого Алепа. Да, они родились и воспитывались в Алепе, но если бы история развелась иначе, разве бы они не родились в Айнтабе, Келисе, Ване или Сасуне? Большинство сирийских армян, которые говорили со мной, знали турецкий, говорит Курю в интервью Ганзасару армянскому журналу Алепа. В беседе с газетой турецкий журналист заявил, что его самой впечатляющей поездкой в рамках его проекта был визит в Арцах и беседа с сирийскими армянами. В Арцахе были посажены семена из Алепа и его окрестностей, и была разбита гигантская оливковая роща. Пусть наши корни распространяются и остаются на этой земле, вспоминает слова одного сирийского армянина Курджун, который, несмотря на опасность преследования со стороны Азербайджана, по его словам, не жалеет о том, что посетил Арцах. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Лейлюмле» в исполнении Аллы Левонян и Андроника Манукьяна. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!